всем здравствуйте мы шимкенцы с юга казахстана продолжаем наше путешествие мы простились с грузии и пройдя границу едем по республике армения едем по горным дорогам поднимаясь все выше и выше облака кажутся все ниже и ниже красота столица республики армения город ереван крупнейший промышленный и экономический центр государства а главное один из древнейших городов мира ему исполнилось 2800 лет ереван как столицу начали застраивать с 1924 года проект застройки был рассчитан на 150 тысяч жителей ну вот мы и в ереване приехали на центральный автовокзал и сразу же был шок центральный автовокзал постройки 1959 года вот такой старенький и не обновленный я попала в советское время потом оказалось вся центральная часть города где мы побывали живет как во времена ссср с теми же домами с теми же памятниками с теми же названием улиц ну а мы идем дальше к мосту победы на левом берегу стоит здание коньячного завода советское время она входила в комплекс завода арарат который после обретения армении независимости процессе приватизации был разделен на два самостоятельных предприятия второе здание мы увидим после того как перейдем через мост победы этот мост победы находится в центральной части армянской столицы и пролегает над ущельем реки раздан строился немецкими военнопленными во время великой отечественной войны но мы продолжаем свое путешествие вдоль высоченных серых стен коньячного комбината и и и и и далее и видим помпезное здание с высокими колоннами оказывается это дом москвы а напротив здание мэрии еревана красивое здание постройки того же времени между ними площадь с названием площадь россии удивительно что название площади сохранилась здесь на площади стоит огромный памятник революционеру александру местникян таких подобных памятников оказывается много в ереване наверное мэрия просто не парится по переносу памятников переименованию улиц и площадей чтобы не тратить на это бешеные деньги английский парк он тоже старенький и неприглядный за исключением вот этого шикарного фонтана и нескольких старинных скульптур это один из самых старинных парков ереване и он был разбит 1860-х годах в российской империи были популярны английские парки и неудивительно что местный губернатор решил заложить подобный в центре города ереван как видим парк запущен и почему-то не находится среди местных меценатов человека который подобрати своей душевность сделает подарок городу и народу обновит парк сделает его самым красивым в городе мы в темпе продолжаем осматривать город вечером мы уже улетаем виден торговый центр а-ля советский союз скорее всего никем не приватизирован поэтому в таком состоянии зато через дорогу все красиво добротно и современно так что город развивается а мы двигаемся площади республики а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, что-то подобие завастовки. Люди идут, веселые, а сзади полиция спокойно никого не трогает, тоже прогуливается. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот и памятник Александру Томаняну стоит над картой развития города Еревана. А сейчас мы двигаемся по архитектурно-монументальному комплексу в Ереване. Называется «Каскад» и представляет собой каскад из пяти открытых террас. Здесь в комплексе есть и выставочные залы, и фонтаны, и цветники, и скульптуры местных и зарубежных авторов. А это вид на город сверху. Какая красота! Какой все-таки красивый город Ереван! Строительство этого красивейшего каскада началось в 1971 году. Вот такие сравнительно молодые постройки находятся к столице Еревана. Я не могу не отметить вот этот памятник. Человек узнаваем! Это Арноба Ваджанян, известный армянский советский композитор. Памятник очень оригинальный. Уже вечереет, и мы решили вернуться на Северный проспект. Это местный Арбат, где есть и скамеечки для отдыха, и есть где поужинать и послушать хорошую музыку. Решили, как всегда, заказать местные кулинарные шедевры. Плотно поужинать, потому что знаем, что в самолете нас не накормят. И, конечно же, мы надеялись. Все очень вкусно и хорошие порции. Еда по-армянски оказалась очень вкусной. Огромное спасибо за полученное удовольствие. Пока мы ждем такси до аэропорта, мы рассматриваем то, что у нас осталось на виду. Что хочется сказать про Ереван? Город красивый, с советскими, с новыми постройками, но не шумный, как обычно бывает в столичных мегаполисах. Огромное количество фонтанов в городе очень нас обрадовало. Все так красиво и добротно. Спасибо, Ереван. Субтитры создавал DimaTorzok